Сначала, когда я был в Москве, музей занимательных наук и экспериментами, меня больше всего заинтересовали воздушные фонтаны. И мы с папой решили сделать себе такой же. Фонтан, как в музее занимательных наук, только лучше, потому что сделал его сам. Изобретение получилось интересным и полезным. Сначала савелий вместе с отцом придумали это чудо техники, а затем и смастерили. Инженерную мысль Рямовых оценили в школе, рекомендовали добавить конструкции прикладной пользы. Так родилась идея объединить ее с тренажером таблицы умножения. Задумано, сделано. 9 умножить на 1 – 9. Верно, фонтан работает. 9 умножить на 2 – 36. Неверно, фонтан не работает. Мастерить и создавать у Рямовых – главная семейная черта. Вооружившись фанерой, органическим стеклом, двигателем от бассейна, болтами, гайками и самоклеющейся пленкой, Савелий сделал себе главного школьного помощника. Математический диктант сдан на отличный. Все благодаря фонтану. Незаурядную творческую идею, идеальное техническое решение оценили на всероссийском конкурсе «Я исследователь», который проходил в Сочи. Финансовую поддержку для участия в нем Рямовым оказала компания «Метал Инвест». Я обратился к нам на комбинат, к Ирине Викторовне Ружининой, помогла составить письмо Николаю Александру Шляхову за помощью. И благодаря помощи нам выделили финансовую поддержку, и мы смогли съездить на конкурс. 150 исследователей из 17 регионов России. Второклассник из Старого Оскола был признан среди них самым талантливым исследователем. К слову сказать, техническим творчеством Савелий Рямов увлекся еще в 5 лет. И каждая новая идея, к осуществлению которой он приступает, усложняется. Я думаю, что я еще могу сделать вместе со своей папой робота-помощника. По задумке юного Кулибина робот должен справляться с нехитрыми заданиями. Раздача тетрадок в классе придется ему по плечу. Что касается последнего изобретения Савелия, фонтан не останется без дела. С его помощью можно изучать английский и русский алфавиты, решать несложные математические задачи. Его юный и талантливый создатель наверняка всегда сможет найти ему применение.